Дмитрий Иванович сегодня гость в двух ипостасях, то есть Союз Независимых Сетей России и владелец собственных розничных сетей. Давайте мы начнем с первой ипостася про Союз Независимых Сетей России. Сколько компаний сейчас в него входит и как этот расклад менялся в последнее время? Добрый день. Вообще Союз Независимых Сетей уже много-много лет создан в 2005 году. Состав его, конечно же, менялся. На сегодняшний день это 48 компаний, 48 региональных сетей. Некоторые из них являются лидерами и имеют на своих домашних рынках обороты больше, чем федеральные сети, которые там работают. Оборот суммарный всех 48 членов Союза за 2020 год 500 миллиардов рублей. Если, скажем так, смотреть на цели, с которыми он создавался когда-то, вот сейчас они как-то меняются в течение времени или нет? По большому счету нет. Это, в первую очередь, обмен практиками, помощь друг другу, поиск наилучших решений. После того, как Союз так организовался, стал большим, появилась функция ЖАР, то есть функция работы с нашими профильными министерствами, Минпромторг, Минсельхоз. Пробуем защищать свои интересы, пробуем влиять на законотворчество, пробуем влиять на нормативную базу, в которой мы же сами и работаем. Здесь мы в одной лодке с компаниями «Изокорд». Но все-таки на первом месте это общение с себе подобным, обмен опытом, повышение собственной эффективности. Ради этого все и затевалось. А какая-то общая закупочная сила у вас есть или нет в рамках Союза? Вы задаете вопрос, это такая сложная история. На самом деле закупочные союзы в том виде, в каком вы сейчас это произносите, они запрещены законодательно, и антимонопольный комитет нам запрещает создавать эти закупочные союзы. Вопрос последние три года, мы активно этим занимаемся, и наметилось движение нам навстречу, что, в общем-то, наметилось понимание, что эти закупочные союзы, они разумны, они должны быть, и надо бы найти формальное поле для их существования, потому как Союз независимых сетей, состоящих из 48 с общим оборотом в полтриллиона рублей, он все равно несравним, и даже соединившись все вместе, мы не создадим такую закупочную силу, которая угрожала бы нарушением антимонопольного законодательства, потому что, например, оборот крупнейшей сети, российской X5, он 2 триллиона рублей. Поэтому, как бы мы ни объединялись, большую закупочную силу мы не создадим, чем уже существующая на рынке. То есть, получается, пока вы бьетесь в стекло, как вот, и пробиться не можете. Ну, у нас услышали, идет диалог, но внесение изменений в закон при Государственной Думе, изменение в закон об антимонопольном регулировании, вещь непростая, и на это может уйти и год, и два. Но, во всяком случае, в подзаконном, скажем так, трактовании сейчас есть движение нам навстречу, и вот думаю, что будут найдены варианты нашей нормальной легально-официальной работы по закупочным союзам. В первую очередь нам это нужно для работы с большими, с российскими, транснациональными компаниями по А-брендам, потому что работа с местными, региональными, средними, ну и тем более маленькими, а мы заточены на работу со своими, с местными региональными компаниями, и доля продукции этих компаний у нас в обороте, у региональных сетей гораздо выше, чем у федералов. У нас высока доля собственного производства, высока доля фреш, высока доля фруктов, овощей, ультрафреш. Все это наше, это я, наверное, уже отвечаю на ваш следующий вопрос, а как же вы боретесь с федеральными сетями? Вот так вот и боремся, но по большим компаниям, по А-брендам, где решающую роль играет объем закупа, это наше слабое место, и здесь нам, да, здесь нам нужно объединяться, ну и, конечно, нужно иметь для этого законное основание. Но это вы сейчас не только от лица себя, как владельца розничной сети, а как от лица всех, кто входит в закупочный союз. И от лица, в первую очередь от лица всех, это наше общее желание, но и от лица себя, нам лично, как сети с штаб-квартирой в Омске, ну и работаем мы в нескольких регионах, нам это тоже очень нужно. Вообще формы объединения есть в виде кооперации, в виде оптовых компаний, которые созданы членами союза, они есть. Они имеют в основном локальные истории, и сложно же объединиться. У нас география от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, поэтому объединения носят вот такой вот локальный характер, несколько близлежащих компаний в близлежащих субъектах федерации. А что касается союза независимых сетей, как-то сейчас меняются, не знаю, пороги вхождения, то есть какие требования вы к новым участникам предъявляете, и насколько высок интерес новых игроков к тому, чтобы к вам примкнуть? Всех ли подряд вы берете, или вы там как-то их пересматриваете? Нет, мы, конечно же, смотрим на то, чтобы это было и не предбанкротное состояние, и не было неприятных судебных историй, нужны обязательно рекомендации двух членов союза, а вот по обороту мы не ставим критериев. Ну, меньше компаний с оборотом, меньше миллиарда в союзе нету, так случилось. Ну, если будет, и кто-то попросится, и это будет нормальная, добропорядочная компания, мы ее примем. У нас даже специально для... Есть малые сети в союзе, есть просто сети, есть малые сети. Для малых сетей вступительный и членский взнос ниже. Средняя компания в союзе – это где-то 7-8 миллиардов рублей. Есть компания от 15 и выше считаются уже крупными. Лидерские компании – это по 40 миллиардов годового оборота. Так, мы вернемся давайте к вашей конкретной сети. Сколько сейчас у вас магазинов, сколько этих сетей, подсетей? Я знаю, что у вас несколько названий, несколько форматов. Сколько форматов, где работаете? Ну, мы 20 лет компанией будет в этом году. Работаем в штаб-квартире в Омской области. В городе Омске у нас все форматы. Это «Победа Маркет», «Евроспар». С 2019 года мы лицензию подписали и работаем по лицензии «Евроспар». Лицензиатами являемся. И есть такой региональный и межрегиональный проект «Низкоцен». Это Омская область, Новосибирская, Алтайский край, Республика Алтай. Вспомнить бы все, Курганская. Несколько магазинов в Свердловской и вот первый в Кемеровской. Такая география, их 75. Это дискаунтеры? Это «Низкоцен», это дискаунтер, да. Это большой дискаунтер с площадью торгового зала в среднем в тысячу метров, но это работа с эконом-категорией. Вы сейчас это направление как-то особенно сильно развиваете? Или по плану, как и планировали? То есть, я пытаюсь спросить у вас, как события последнего года повлияли на развитие сети? Ну, так же, как у всех. То есть, наибольшими. Вообще, продовольственную торговлю ее же тоже в какой-то степени можно назвать бенефициарами пандемии, о которых тут так много сегодня на ритейл тех говорится. Но кроме технологических компаний или обеспечивающих дистанционную связь и компаний по доставке, просто обычный традиционный ритейл, в общем-то, тоже бенефициар. Одна в особенности, если их сравнить с непродовольственной торговлей или с общепитом, который был закрыт. И теперь, когда он открыт, он все равно не восстановился до тех оборотов, тех позиций, тех значений, которые были. А уже внутри в сегментах традиционной розницы, это, конечно, дискаунтеры. Дискаунтеры магазинов у дома и даже не сетевые формы торговли, но чем ближе к дому, чем ближе ты к подъезду, тем больше у тебя увеличивалась выручка в пандемийное время. То есть, если посмотреть на ассортиментную матрицу, она у вас разная для всех форматов магазинов. Покупатели ваши – это кто? На кого вы ориентируетесь? Как меняется покупатель, который приходит к вам в магазин? Очень сложный вопрос для маркетологов. Я 20 лет работаю, 20 лет думаю над этим, над сегментированием, и для кого мы работаем, и над тем, чтобы была точно описана наша целевая аудитория, на которую мы работаем, и не могу этого сделать. Поэтому работаем мы, условно говоря, на всех, у кого есть деньги. Да, но по-крупному это некий средний класс, это не самые люди, не самые бедные, что ли, те, кто идут в светофор и в такие места, где наиболее дешевая продукция и наиболее… выбор даже наиболее дешевой продукции. Ну и мы не премиум. Широкий спектр и по возрасту, и по социальному положению, да в общем-то все наши. Вы уже про это говорили, про то, как вы живете на рынке с федералами. Как-то вы готовились к экспансии федералов, которая началась, я думаю, позже, чем вы там открылись, чем вы там работали. Какие у вас конкурентные преимущества сохраняются перед ними? Вот признаться честно, так, чтобы мы готовились, понимали, осознавали, что сейчас придут федералы и сейчас будет плохо, вот такого не было. И зря надо было готовиться. И какие-то ответные действия, ответную политику вырабатывали уже с входом в город и магнита, и чуть позже пятерочку. Это компании серьезные, дело свое знают, заходят быстро, и у них очень целенаправленная политика, политика промо и выгодные ценовые условия. Ну, конечно, свою нишу нашли, и это, знаете ли, это по регионам традиционно. Магниты пятерочка, магазины по образу вам известные же, да? И очень часто региональные компании отличаются тем, что их магазины больше, там гораздо больше доля собственного производства и в большом ассортименте, да еще с упором на особенности территориальные, тут локальные, национальные. Доля фруктов, овощей и вообще всей категории фреш, ну, ультрафреш – это совершенно свежие продукты, которые плюс органика, плюс опора на местного производителя и доля местного производителя, привычного местному населению, плюс СТМ, плюс СТМ, которого нет на полках у федералов, и это только ваш товар. И, скажем так, если 50-60% ассортимента у вас отличается от федералов, то это уже дорогого стоит, это очень хорошо, то есть вас впрямую не могут сравнивать. Ну, а говоря о продуктах Nestlé, Unilever, Coca-Cola, PepsiCo и прочее, это те самые бренды, по которым мы проигрываем и нам нужны закупочные союзы. Находим мы определенные варианты, например, есть такое понятие, нужно ли об этом в прямом эфире, есть так называемые распродажи, сливы, это ничего не имеет отношения, никакое отношение не имеет к фрукту, сливы это в смысле сливают непроданный товар, большие компании, федеральные компании федерального размаха по контрактам с фиксированным объемом, закупленные у крупных же поставщиков и непроданные, непроданные на акции, непроданные в регулярной продаже к нужному сроку, у которого есть угроза, что товар просто испортится, срок годности пройдет, и эти товары с хорошими скидками, по сути, по входной цене для федеральных компаний, они распродаются, есть спецкомпании, которые этим занимаются, мы этим тоже с удовольствием пользуемся и призываем поставщиков, производителей этих товаров, в общем-то, можно было предоставить эти же цены нам напрямую, был бы регулярный контакт, это неудобно дергаться, перехватывая партию то в одном, то в другом месте. Здесь, помимо того, что много говорят про пандемию, еще очень много говорят про новые технологии. Что вы у себя используете, внедряете, насколько вообще интерес к ним и потребность в них высока в регионе? Сказать, что в регионе будет не совсем точно, у региональных сетей как таковых, ну, конечно, высокий интерес к этому, и абсолютно четкое понимание, что именно это будущее, и цифра во многом дает тебе конкурентоспособность и по логистике, и по учету, и по взаимоотношениям с покупателем, развитие программ лояльности, оформление вот этих отношений с покупателем, дружба с его телефоном и планшетом. Однако мы не являемся лидерами в этих исследованиях, не являемся, понимаем это и не печалимся по этому поводу, как всегда, как и в прошлые годы, в прошедшие там 10-15 лет, мы тоже не были лидерами в разработке технологий автозаказа, в разработке технологий складского учета, прочих. Однако они к нам пришли уже в доступном по цене виде и на абсолютно высоком уровне, на таком же, на каком разрабатывали их для себя федеральные компании, или первоначально для них делали это ведущие айтишные компании, как российские, так и зарубежные, как 1С, так и САП и прочее. Просто потом появляются коробочные решения для компаний средних и маленьких, в общем-то, со всеми возможностями. Мы сейчас с удовольствием этим пользуемся. Так что вот это вот первенство в разработке, а это очень дорого, мы туда и не спешим. Мы все это получим чуть позже. Ну и на сегодня я бы так сказал. Если следите за тем, какие есть программы лояльности у федералов, X5, Magnit, Lenta, а ведь они запустили все эти программы в 2020 году, а есть региональные компании розничные, которые имеют программы лояльности, которым по нескольку лет и которые интереснее, богаче и большую ценность несут покупателю. Так что здесь тоже не все потеряно. И переживать не стоит, нужно двигаться к этому. Вот если вы меня спросите в конкуренции с X5, сможете ли вы ее победить по объему, иметь такое же покрытие региональное и 2 триллиона оборота, как-то ответ он тут же сразу очевиден. У нас же задача не такая, задача так и не ставится. Мы должны быть конкурентоспособны и удерживать необходимую для себя долю рынка в своем регионе, ну или в нескольких регионах, в которых работаем. Если сейчас взять вот ваши обе ипостаси и спросить у вас, а какие планы, какие фокусы на 2021 год, как у Союза независимых сетей России, так у вас лично, как у руководителя вашей розничной сети. Какие пункты вы бы выделили? Кое-что об этом мы уже говорили. По нашей компании это перезапуск программы лояльности, доведение количества карт, выпущенных как в пластике, так и виртуально в телефоне, в приложении до 300 тысяч, ставим себе такую цель. Некоторые внутренние организационные технологии я не буду перечислять, это тоже цифра. Довести долю собственного производства до 25%, она у нас сейчас 18. Довести долю товаров СТМ, Private Label до 10%. А вы считайте, 25 СП, 10 СТМ. На сегодня доля фруктов, овощей у нас 12%, мы хотим довести ее до 20. Итак, 25, 10 и еще 20, 55% некоего защищенного ассортимента, где мы сами хозяйничаем, и это не пересекается с федеральными компаниями, и здесь мы управляем количеством, качеством и ценами сами, и к этому привязан наш региональный потребитель. Вот таким образом, это некий базовый момент, таким образом мы будем выстраивать свою конкурентную борьбу. По части Союза независимых сетей… Но вы уже обозначили, что будете продолжать дальше. По части Союза независимых сетей мы хотим расти, и еще несколько цифр… 16,4 триллиона рублей – розничный продовольственный товарооборот России за 2020 год. Эти данные я специально просил у компании «Инфолайн аналитика», которую вы прекрасно знаете, они мне с этими данными помогали. Из них сетевая торговля, видимо, по кодам ОКВЭТ – они делали вывод – это 70%, и это ровно 13 триллионов рублей. Получается, что 13 триллионов минус 5,8, там больше 7 триллионов с хвостиком – это некий сетевой оборот продовольственный. Но что это за сети? Давайте я вам отвечу. В России есть 360 сетей с оборотом свыше 1 миллиарда рублей. А в Союзах представлены в ОКОРТе 13 компаний, в Союзе независимых сетей – 48 компаний. Что это за такие сети по России? – Это очень-очень разные сети и разного размера. То есть это большие региональные сети по 30-40 миллиардов рублей, еще пока не состоящие ни в каких союзах. Это средние и небольшие региональные сети вот такого мультипродовольственного характера. Это небольшие, причем различного характера, сейчас по цифрам кое-что скажу, сети при крупных производителях – мясных, молочных, хлебных, кондитерских. Это мясные, молочные, хлебные, кондитерские лавки, лавки-магазинчики в различных их сочетаниях – фруктово-овощные, алкогольные. Ну, вы москвичи, что мне назвать? Зорька-милка, Арамье, Суши-маркет. Их очень много, и они очень востребованы. И когда я произношу, что там есть еще 7 триллионов какого-то оборота продовольственного, не занятого ни сетями Аккорд, ни сетями Союза, а есть еще 3-4 триллиона – это не сетевая розница, ну, это же вроде как поле непаха, но надо за это побороться, я сразу отвечу – это не будет легкая победа. Все эти компании, все эти небольшие сети, имеющие свой яркий какой-то образ и акцент, да, и свой продукт, они все востребованы, они имеют своего покупателя и достаточно устойчиво. И вообще некоторые из них настолько антихрупки, что им вообще ничего не делается. небольшие компании, они имеют налоговое преимущество, имеют налоговую схему другую, они на упрощенке, они могут иногда быть вообще ни на чем. Поэтому они могут меняться, и это вплоть до сетей небольших лавок на рынках и социальных рынках, но это все равно сети. Это, в общем, это все то, что сдает отчетность и учитывается Росстатом, причем ведь при этом еще есть то, что не сдает отчетность, не сдает отчетность и не учитывается. В общем, рынок, я говорю, что рынок не заканчивается на крупнейших компаниях, и производителям, когда они слишком жалуются на то, что как нам дальше работать, над нами доминируют и не соглашаются с нашими условиями договоров, выкручивают нам руки, это не желание посмотреть шире и двинуться в регионы, двинуться к региональным компаниям, которые имеют на сегодня совершенно хорошо организованные распределительные центры, или же к региональным дистрибьюторам, которых по 2-3 точно в каждом регионе, в том числе в дальних, со своими складами, с вполне вменяемым, обоснованным биллингом для малого и среднего бизнеса, который в регионе тут существует. И это выход, поэтому туда надо идти. Мы будем надеяться, что будут они все-таки туда идти. Будут, они идут. Наметился тренд, наметился, на самом деле, я его готов констатировать, отметить, вот это вот разворота. У нас проходят переговоры с крупными компаниями, которые хотят выйти напрямую в региональные сети. Ну, там, компания Мираторг, всем известная, вот у нас две недели назад, с ними был большой зум на всю страну, когда мы описали ситуацию, какая есть от Калининграда до Владивостока. В общем и целом, общие условия, которые может констатировать для нас компания Мираторг, ее коммерческий директор озвучил, дальше, конечно, каждый регион отдельно, потому что каждый договор поставки отдельно и условия в каждом регионе обсуждаются отдельно в зависимости от ситуации. Вот, и таких случаев у нас несколько, в целом, это ассоциация РУСПРОДСОЮЗ, вот мы сейчас ровным счетом ту же историю начали и ведем с членами РУСПРОДСОЮЗа. Ну, мы будем следить за вами дальше, успехов вам в вашей работе. Спасибо большое, что к нам пришли.